ПОДПОЛЬНАЯ ПРАВДА Серьезные темы для разговора. Так что сегодня специально для вас в эфире тонко-шуточный хит-парад самых идиотских и эротических сцен в истории виртуальных развлечений на 3dabi.gamesdefiztv.ru На пятом месте подфольного хит-парада самых мудок**ых порно и эросцен всеми четырьмя лапами утвердился молодой неистовый волк из игры Perfect World. Утвердился он там не один, а с неким прямоходящим тигром с облоком телеграфного столба в левой лапе. Ничьяка месячная зоря наясная, напевает себе под нос тигр. Ёл-пал, я шту где-то вчера нычку припрятал, бормочет про себя неистовый волк. На заднем плане туда-сюда снуют существа, отдаленно смахивающие на больного туберкулезом ктулху, который ищет кого бы зухавать. Прекрасная ночная пора. За редкостное единение душ и разных биологических видов сцена попадает на пятое место, а остальное за нас и доделает Гринпис. На четвертое место взгромоздилась героиня из культового аниме «Призрак в доспехах». Это, конечно, не игра, но мало какая игра так сильно повлияла на осознание виртуальной реальности и виртуальных развлечений, как этот мультик. Так что смотрим. Где лучше всего заниматься любовью? На крыше дома номер 6. Там гудрон. Мягко, тепло, романтично. Но на японских крышах, в отличие от наших, ни тепла, ни гудрона нету. Как говорится, ни уму, ни сердцу. Именно поэтому героиня устраивает налет на недогадливых соседей. Домогательство с применением огнестрельного оружия. Домагивается она умело. Сразу видно, не в первый раз. Потом демонстрирует выжившим свою кибернетическую задницу. И с криком «Пусть плачут те, кому мы не достались!» «Пусть вздохнут те, кто нас не захотел!» Выпрыгивает в окно. Но чудом четвертого размера зацепляется за карниз и прекращает падение на четвертом месте нашего хит-парада. Посреди чарты самых идиотских эротических сцен парит симулятор летучего шофера-соблазнителя «Флэт-аут». В сложном хитросплетении взаимоотношений мужчины и женщины главное ведь что? Красиво подкатить и эффектно наброситься. Именно этому «Флэт-аут» и учит. Но обходится все-таки полумерно. Вы только посмотрите, с какими огромными дырами приходится иметь дело на тренировках. А как же тяжело в учении, легко в бою. Нет, задумка, конечно, отменная. Когда внизу лежит девушка и видит, как в нее на такой скорости и с такой высоты вылетает гонщик. «Флэт-аут» она начнет еще до его приземления. Это так. Но вот диаметр входного отверстия все-таки стоил уменьшить с 20 метров до 20 миллиметров. И не надо заставлять игрока работать с головой там, где хватило бы ***. На пятки, а также на выдающиеся причиндалы победителю наступает сцена из игры «Ту Хьюман», в которой дядька с модным макияжем пытается втюхать главному герою некоторую футуристическую модель кухонного комбайна. Погружение в матрицу и готово дело. Шпарит, как по-писному, мол, обратите внимание, какая тут у нас кофемолка? Нафига мне кофемолка интересуется, главгерой? Кто мне кофе-то в постель приносить будет? Как кто? Женишься, жена приносить и будет. Долго ли увечь-то? Какая жена? Как какая? Вот какая. Василиса прекрасная. Здрасте, говорит Василиса. Вообще-то меня Вася зовут, просто я пол в прошлом году поменяла. Что я делаю в этой игре, думает главгерой. А тем временем дядька-сводник продолжает нахваливать кухонный комбайн. А на чем он работает, на батарейках или на паровой тяге, интересуется Василис. Это у тебя вибратор на паровой тяге, говорит дядька. Откуда он узнал? Смущается девушка. Впрочем, пора бы уже и на дело отправляться бороться с демографическим кризисом. Молодожены, получившие авансом от правительства 250 тысяч рублей за двух детей, быстрым шагом направляются к брачному ложу, потому что отрабатывать аванс как-то надо. Слышь, командир, а у тебя это уже было, интересуется Василиса? А то я как-то волнуюсь. А что тут волноваться-то, Васька? Наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать, отвечает командир. А ты меня любить будешь? Ага, по три раза на день. В общем, молодые да красивые подходят к брачному ложу, от него в небо подымаются испуганные светлячки, у которых на 6.15 тут была назначена оргия. Влюбленные возводят очи к небесам, где раскинуло крону древа жизни. Вот там мы их и оставим, греть местечко победителю. Ну и первое место. На нем сегодня почивает Тетрис. Предположим, что игрок никогда не устанет складывать фигурки в стакан. Что тогда? Наберет ли он бесконечное количество очков? Увы, нет. Загвоздка заключается в S и Z-образных фигурках. Да-да-да, вот в этих. Слишком большое их количество заставит игрока оставить дырку либо в правом, либо в левом углу стакана. Поскольку фигурки валятся в стакан случайным образом, такое сочетание рано или поздно выпадет. Посему Тетрис – игра заведомо проигрышная, что не мешает сотням миллионов людей по всему миру укладывать фигурки штабелями. Ведь время, через которое выпадает описанная комбинация, превышает время существования вселенной. Думаю, мозг я уже всем тр... Так что спрашивать меня, при чем тут порно-сцена, никто не станет. Ну а если все-таки непонятно, пишите на правду, как всегда, собака.gamesdefistv.ru И до следующего четверга.